Июнь в последнее время радует хорошей погодой, правда не всех. Для сотрудников МЧС это скорее дополнительная головная боль, так как приходится усиливать контроль за отдыхающими на реках и озерах. К сожалению, правила безопасности не соблюдают ни взрослые, ни дети. Впереди вновь выходные и традиционно горожане потянутся отдыхать к водоемам. Но зачастую на радостях люди забывают позаботиться и о безопасности. Так, за минувший уикенд в Тверской области утонули 4 человека и двое из них дети. Палящее солнце, голубое небо и такая манящая к себе вода. Казалось бы, для идеального отдыха всей семьей созданы все условия. Однако из-за халатного отношения взрослых зачастую отдых на воде оборачивается трагедией. Как правило, пикник на природе не обходится без алкоголя. Бдительность родителей притупляются и дети развлекаются так, как им хочется. Например, это бетонное сооружение ежегодно с наступлением лета притягивает к себе десятки ребятишек. Только вот минимальная глубина возле него 3 метра. И многие так и не вернулись на берег, как и на пирсе у речного вокзала и у моста через Тверцу. Тут учили перепрыгать на тарзанки, которые в итоге срезали. Важным моментом в предотвращении таких ЧП является профилактика. И не только убеждены в МЧС. С сотрудниками ГИМС проводятся профилактические занятия с детьми, как в детских оздоровительных, так и в пришкольных лагерях. Проводится патрулирование в водных объектах, особенно в местах, где собираются стихийные купающиеся. За текущий год уже есть, к сожалению, погибшие на воде и в том числе дети. Не оставляйте детей без присмотра. Берегите свои жизни. К тому же правила поведения на воде ясны и просты и состоят всего лишь из нескольких пунктов. Это не заходить в воду в состояние опьянения, не устраивать игры в воде и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Тогда отдых на пляже точно оставит после себя только приятные впечатления, а не трагические воспоминания.